Понимаете, когда человек в голове своей очищает, голову очищает, тараканы из дома разбегаются, им там нечего делать, потому что они подтверждают ваше невежество, понимаете? У меня разок в доме жила мышка. Мы постоянно молились там, она выползала послушать молитву. Жена говорит, слушай, ну уходи, мне так с тобой нехорошо, тяжело жить. Мышке говорю, а смотрит на нее, думает, там нельзя, хорошо. Но я ее потом поймал. Домик ей сделал такой, там положил сыр, она туда в домик залезла. Я закрыл ее и отнес на улицу. Поела священной пищей, теперь распространяет знания. Побежал распространяет знания. Нашел там возле люка тепло, где посадил ее, чтобы она не замерзла. Надо ко всем живым существам относиться по-доброму. И тогда доброта в сердце будет процветать. И все ненужное неблагоприятно уйдет из дома, а все благоприятно придет. Видите, у вас мысли куда, в какую сторону идут. Я вам про птичек, а вы мне про тараканов вопросы задаете. А вам опять на птичке перенадожу тему, вы опять мне по крыс. Видите, у вас как бы у вас. В мозгах у вас пауки. Вытащите их с мозгов, спрашивайте, хороший вопрос мне задавайте. Скажите, а коровы, лебеди, еще что? Ёжики, носороги. Вот молодец. Все. Вы представляете, вот как сильно это работает у нас в голове. Вот это стремление к грязи, к негативу. Как сильно оно живет в голове. Представляете? Вот как мы сильно на этом зациклены. И как трудно это все из головы вытащить. Вот молодец, уже хороший вопрос. Муравьи это хорошие насекомые. Добрые. Они любят сладкий вкус. Сладкий любят. Пчелы. Самое благостное насекомое это пчелы. Пчела, когда меда не хватает зимой, пчелы, они своих мальков оставляют там жить. Самку оставляют, а сам из голода все умирают. Потом новые пчелы подрастают опять. Ну то есть они такие самопожертвенные по природе. Такое насекомое. Фруктовые деревья тоже благостные. Сами деревья благостные. И у них лечат все. И корень, и кора. Потому что они отдают. Они дают такой продукт, который съедобный для всех. Они, он как бы, он несет счастье. Яблоки несут чистоту, груши оптимизм, персики, любовь там и так далее. Понимаете? То есть вот эти деревья благочестивые, они эволюционируют в лучшие формы жизни. А кустарники ядовитые в низшие формы жизни. То есть во всех формах жизни существует развитие или деградация. Понимаете? И те люди, которые всегда счастья всем желают, думают о хорошем, это как фруктовые деревья. Понимаете? Они несут вокруг себя всегда радость. И всегда сами в удаче живут счастье. И всегда приносят счастье другим. А те люди, которые думают о тараканах, змеях, пауках, они несут страдания. Но понимаете, это не то, что навсегда. Это можно поменять в своей голове. Надо просто заставить себя думать о хорошем. И тараканы улезут сначала из башки, а потом из дома.